Игорь Павлович, каких специалистов сегодня больше всего не хватает на региональном рынке труда? В настоящее время в базе данных вакансий в Пагонской области находится более 10 тысяч вакансий. При этом около 6 тысяч это по рабочим профессиям. Если говорить по каких профессий, то здесь у нас очень востребованы в медицинской отрасли. То есть это и врачи, и медсестры. Также, если говорить про сельское хозяйство, то здесь востребованы трактористы, ветврачи, операторы машинного доения. Также не хватает и продавцов, и водителей. Недостаточно компетенции. Лучший вариант – переподготовка? Естественно, переподготовка – это замечательный вариант, потому что оно позволяет снизить дисбаланс между спросом и предложением по профессионально-каклиникационному признаку. А также сделать безработного, который состоит на учете, более конкурентоспособным. Финансирование в целом мероприятий, госпрограммы о социальной защите и содействии и занятий осуществляется за счет средств фонда социальной защиты населения. По какой схеме, чтобы было более понятно, происходит то самое переобучение? Переобучение происходит для граждан, состоящих на учете в органах по труду в качестве безработных. Для этого он должен быть зарегистрирован, иметь желание получить новую профессию, обратиться к профконсультанту, где ему расскажут, по каким профессиям сейчас происходит формирование групп, пройти медкомиссию и заключить договор с органом по труду за социальной защитой. После этого ждать формирования группы, ну и соответственно учиться, учиться и еще раз учиться. Что касается срока в обучении, это на самом деле не такой длительный процесс. Действительно, сроки разные. И есть у нас и недельные курсы, и до полугода. В принципе, больше и не надо, потому что не так сильно тоже граждане хотят учиться. Они хотят поскорее уже получить новую профессию и зарабатывать деньги. Но в среднем где-то от трех до шести месяцев. Все зависит от сложности того или иного видов деятельности. Все зависит от того, какую он получает профессию. То есть, если это для примера, опять же, продавец, там будет месяца три теории, три месяца практики. Я знаю, что с одной стороны могут воспользоваться такой возможностью ребята с базовым образованием, которые никуда не поступили. Это тоже шанс быть востребованным пусть и временно на рынке труда. А после сориентироваться и двигаться дальше. Еще более это актуально, наверное, для людей 50+, которые в поисках работы имеют возможность начать свой профессиональный путь практически с нуля. Вы правы. Данные граждане действительно испытывают трудности в поиске работы. Потому что, хоть они и имеют багаж знаний, но зачастую уже состояние здоровья не позволяет им работать по имеющейся у них профессии. Поэтому также предлагается переобучение по востребованным на рынке труда профессии. А также им может быть предложено открыть собственное дело за счет средств Фонда социальной защиты населения. И все-таки это шанс, который дает государство быть более востребованным на рынке труда, но справедливости ради шанс без гарантии. Ну, конечно. Все зависит в первую очередь от самого человека. Насколько ему это надо. То есть, есть у нас, обращаются и наниматели, которые хотят специалистов. В этом случае заключаются трехсторонние договора. И безработный после окончания курсов он уже идет на определенное место работы. Но, с другой стороны, граждане, которые обращаются для переподготовки, они получают профессии, чтобы быть более конкурентоспособными. То есть, при рассмотрении одного или второго кандидата, наниматель выберет, у которого больше, скажем так, возможностей, и которого можно направить на ту или иную работу. То есть, не зацикливаться на каком-то одном виде деятельности. То есть, он видит, что человек умеет и работать и плотником, и столером, и штукатуром. То есть, становится он более конкурентоспособным на рынке труда. И в завершении про еще одну хорошую возможность субсидии на развитие собственного дела. Государство дает деньги на первый шаг в бизнесе, на удочку, которой можно ловить рыбу. Вы правы. У нас один из инструментов в помощи безработным граждан обрести свою занятость, так скажем, это предоставление субсидий. То есть, это субсидия безвозмездная. Пусть она небольшая, но какой-то все равно стартовый капитал никому не помешает. В прошлом году, к слову, такой возможностью воспользовалось 390 человек в Гомельской области. Пожалуйста, обращайтесь, составляйте бизнес-план, а специалисты уже управления по труду за антиституционной защитой рассмотрят их. Действительно хорошие возможности, о которых сегодня говорили. Спасибо за информацию. Успехов в делах. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова